Сегодня 26 августа, понедельник. Смотрите выпуски новостей телеканала АСА. Час понтонного моста прибыла в Ачинск. Теперь появились новые трудности. Когда уже Ачинцы смогут проехать по переправе, в мэрии называют даты. В Березовой роще рабочие вскрыли старинную могилу. Узнали, что теперь будет. В Ачинске появятся проекционные пешеходники. Назовем адреса, где зебры будут светиться ночью. Готовимся к пробкам или меняем маршрут. На объездной по улице 5 июля начинается ремонт. Доставку частей понтона можно сравнить с ожиданием приземления космического корабля. Все лето дачники и жители района прожили без переправы. Под конец сезона мост наведут. Сегодня после обеда на берег Чулыма подрядчик выгрузил первую партию. А Парелли это съезды и часть лодок. Сколько будет еще рейсов и когда никто ответить на этот вопрос не смог. Но как отрапортовал на общегородской планерке директор ЦОЖ Игорь Каминский до 5-6 сентября мост прибудет в Ачинск полностью. Сегодня выяснилось еще не все трудности с понтоном позади. Уровень воды в реке сильно упал, так что техника с АТП будет убирать насыпь. Власти не исключают, что в этом году смонтируют не четыре лодки, а всего лишь три. Напомним, мост будет однопутным с дорожкой для пешеходов. Также на съездах появится освещение. Как ранее объяснил мэр Игорь Тетенков, мост установят в конце сезона, чтобы дачники смогли вывести урожай. К тому же понтоны сразу испытают в деле. Хотя в мэрии обещают срок службы не менее 20 лет. На зимовку понтон отправляют обычно в конце октября. В прошлом году его демонтировали 2 октября из-за аварийного состояния лодок. Жуткую находку обнаружили ачинцы в березовой роще прямо у центральной аллеи. При благоустройстве техника вскрыла старинное захоронение. Сегодня останков в могиле уже нет, но это место никак не огорожено. Доступ к нему не ограничен. В работе тоже случилось затишье. В краеведческом музее говорят, горожане им тоже сообщили о находке, но никаких данных о том, кому именно может принадлежать погребение, у них нет. Предположительно, в склепах хоронили купеческие семьи. В полиции сообщили, что проверкой занимается Следственный комитет. Работа из-за находки останавливать не планируется, сообщили в пресс-службе мэрии. Напомним, благоустройство в березовой роще идет второй год. Эту территорию выбрали сами горожане при голосовании. Исторически здесь было старинное кладбище. В прошлом году также рабочие находили человеческие кости. В 2022-м представители Казанского собора и сотрудники музея выступали против какого-либо вмешательства и предлагали провести археологические раскопки перед началом благоустройства. Однако в Красноярской епархии тогда подтвердили, что охраняемых памятников культуры в березовой роще нет. К тому же мэр Игорь Титенков публично заверял общественность, что вскрывать грунт здесь не будут. Ранее при благоустройстве Троицкого парка рабочие тоже вскрывали вековую кладку, а горожане находили старинные кольцо и крест. Тогда эти находки сильно затормозили ремонт, но не остановили его. Акшенцы снова обеспокоены судьбой Айвы, которая весной растерзала Чихуа. Метис, похоже, бродяжничает по помойкам. В соцсетях появились фотографии и комментарии, что пес лает на людей и кидается на собак. Уже несколько дней Айва обитает на мусорной площадке в 28-м квартале, сообщают подписчики. Собака потерялась или от нее избавились хозяева и кто сегодня ее владелец пока непонятно. Кинолог Андрей Борисов, который дал несколько уроков послушания агрессивному подростку, рассказал, что одни из ее владельцев прошли только четыре занятия. Айва, по его словам, перестала агрессивно реагировать на других собак, но для полного перевоспитания, по мнению Борисова, нужен курс в два месяца. Хозяева же сослались на занятость по работе. Напомним, в мае во дворе пятого микрорайона беспризорная собака странной породы растерзала маленького Айчика прямо на глазах хозяйки-пенсионерки. Тогда внучка пострадавшей сама разыскала хозяина, а потом занялась и судьбой агрессивного пса. Оказалось, что Айву передавали из рук в руки, но по сути ее воспитанием никто не занимался. Хотя дома собака была ласковой и дружелюбной. В комментариях люди пишут, что ее могли взять в частный дом, но подтвердить эту информацию нам не удалось. А в приюте Доброе Сердце нам подтвердили, что у них уже есть заявка на отлов Айвы. Заботимся о глазах вместе с губернскими аптеками. В Ачинске открылся новый отдел оптика от губернских аптек. Большой выбор оправ и линз для очков, контактные линзы и аксессуары к ним, витамины и капли для глаз, футляры, салфетки, средства для ухода за линзами очков. Специалисты оптики бесплатно проверят зрение и помогут подобрать именно то, что нужно. Отдел оптика в аптеке 359 сети губернской аптеки. Ждем вас каждый день. Юго-Восточный район 48. Дети имеют право на учебу, веселье, отдых и детскую мебель КМК. А родители имеют право на скидку до 20%. Есть расстрочка. КМК всегда удобно. Добро пожаловать. Гостиница «Новая крепость». Уютные и комфортные номера. Завтраки и ужины. Действует система скидок. Город Ачинск. Улица Крупской, 28. Бронирование по телефону. Плюс семь. Девятьсот два. Девятьсот пятьдесят. Тринадцать сорок один. Интернет и телевидение от компании «Синт» в Ачинском районе. Скорость доступа в интернет от 50 мегабит в секунду. Более ста ТВ каналов. Город Ачинск. Микрорайон один строение. Пятьдесят пять А. Дройб два. Телефон пятьдесят шесть три ноля. Предприятию требуется техник по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации. Заработная плата достойная. Обращаться по телефону 8-983-202-9197. В крупную стабильную компанию ООО «Экотранспорт» требуются грузчики-сортировщики. Зарплата от 25 тысяч рублей. Трудоустройство согласно Трудового кодекса. Сменный график. Обращаться по телефону 5-70-4-23. В МУПА-ГЭТ трамвайное управление требуется. Водитель автомобиля категории «Д». Слесарь по ремонту автомобилей. Кондуктор. Шиномонтажник. Рассмотрим специалистов из районов. Доставка служебным транспортом до места работы и обратно. Обращаться по телефону 7-21-50. Готовимся к пробкам. На улице 5 июля начнется ремонт. Дорогу поделили на два участка. Работать будут два подрядчика – Сибдорстрой и ИП «Акопян». Как пояснили руководители компании, конкурентов на этих торгах у них не было. Никто, кроме них, не заявился, поэтому начальная цена не снизилась. Суммарно новый асфальт на объездной обойдется в 50 миллионов. Дорожники говорят, что ремонт будет сложным. Этот участок, хоть и городской, но является частью федеральной трассы. Здесь большой поток, да еще тяжелой техники. Асфальт здесь уложат повышенной прочности, так называемой «ЩМА». Он считается устойчивым к колейности. По согласованию с ГИБДД, при ремонте будет организовано реверсивное движение. Вероятнее всего, установят светофоры. Скорее всего, здесь будут длинные заторы, так что автомобилистам лучше выбирать другой маршрут по возможности. Так говорит руководитель одной из дорожных компаний. К работам приступят, как только позволит погода. Всю неделю обещают дожди. Закончить ремонт оба подрядчика должны до 15 октября. На двух улицах Хачинска появятся проекционные переходы. Для нашего города это новинка, хотя в других городах технология давно применяется. Первые светящиеся зебры будут на улице Мира, ближе к Ленте, а также на перекрестке Лапенково-Гагарина. Как сообщают в компании СМЭП, это она монтирует оборудование. Планируется установить его в трех направлениях. Сейчас слайды для проекций уже отправили в Москву для печати. Ожидается, что они прибудут в начале сентября, а все заработает уже к середине месяца. Световая проекция используется для дублирования дорожной разметки. Это привлекает дополнительное внимание водителей. В этой системе используется проектор, и его размещают на ближайшей опоре. Работает он в темное время суток. Новости ОСА неоднократно рассказывали, что автомобилисты недовольны плохо освещенными переходами на многих улицах. Не все коту сметана. Эксперты Центра стандартизации и метрологии проверили сметану. В присутствии производителей в конце июля купили в магазинах 8 образцов продукта из Красноярского и Алтайского краев и Кемеровской области. В шести из них нашли нарушения. И только два образца прошли проверку. Без замечаний остались сметана, выбор семьи 10% из Кемеровской области, от молочного производственного объединения «Скоморожка» и «Нарада» 15% из города Бородино Красноярского края. Сметану «Лак» 10% от Барнаульского молочного комбината эксперты признали фальсификатом. В ней нашли крахмал. Как и в 10% сметане от Красмол из Березовки. В Алтайской буренке найден крахмал и сорбиновая кислота. Все это специалисты назвали фальсификатом. А вот в сметане от сельскохозяйственного предприятия «Искра» нашли дрожжи и заниженное количество кисломолочных бактерий. Есть и другие нарушения, например, в маркировке. Не все в порядке с маркировкой. Также у сметаны 20% «Никольское здоровье» от фирмы «Агроник» и 25% «Сметане» «Комарчакская». А вот по микробиологическим показателям эти образцы соответствуют всем требованиям. Ачинцы получают штрафы за мусор в неположенном месте. Во вторник административная комиссия рассмотрела несколько материалов о нарушении правил благоустройства. На неделе ОСА опубликовала в соцсетях фото нелегальной свалки, которую организовали рядом с контейнерами, прямо за мэрией. На коробке указаны все данные – фамилия, имя, отчество и адрес. По информации из администрации, женщину оштрафовали на полторы тысячи рублей. Еще одного нарушителя с поличным поймал Игорь Тетенков в одном из гаражных обществ. Мужчина сваливал строительный мусор. Две недели назад я случайно заехал туда, в это гаражное общество, номер 18, по памяти, со стороны 5 июля. Прям дело случая. Заехал, смотрю, мужчина, тележка, и скидывает туда опять мусора. Ну вот Игорь Петрович обнаружил, задал вопрос, записал по видео о том, что почему это делать. Ну а я вот, мне куда возить. Свалка обошлась владельцу гаража в две с половиной тысячи рублей. Накануне новости ОСА рассказали, жители Рудника сами попросили строже наказывать рублем их соседей, которые гадят там, где живут. К слову, эти штрафы пополнят городскую казну. А завтра в Ачинске пройдет санитарная пятница. Поучаствовать в ворке смогут все, а не только городские службы. Памятник герою Советского Союза Михаилу Ивченко отреставрируют почти за два с половиной миллиона рублей. Монумент установлен в Апшихе. Подрядчик заменит брусчатку и обновит гранитные плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Основная конструкция памятника останется прежней. На все работы ремонтникам дается 45 дней. Гарантия будет 5 лет. Напомним, памятник является культурным наследием. И 10 лет назад его уже реставрировали. Тогда на ремонт потратили около 700 тысяч. Стеллу установили в 80-х годах в память о подвиге земляка. Во время Великой Отечественной Михаил Ивченко повторил подвиг Александра Матросова. Чтобы остановить наступление фашистов, он закрыл амбразуру Дзота своим телом. Эту буханку от агентства госимущества края в зону СВО привезли волонтеры, которые доставляют гумпомощь нашим бойцам. Они передали ребятам очередную посылку. Отправка состоялась в середине июля, но по определенным причинам показать этот материал мы можем только сейчас. Из Ачинска колонна автомобилей, доверху груженная коробками, автомобилями и мотоциклами, выехала 12 июля. А уже 19-го – первая остановка и передача посылок. Кроме продуктов, инструментов и прочего необходимого нашим бойцам, волонтеры привезли и видеоприветы от тех, кто собирает помощь. Одни из них – это группа саженцы. Ребята, вам от нас небольшая помощь, от всех женщин, кто тут помогает, и мужчины, и дети приходят, помогают. Вам большое спасибо, что вы у нас там. Мы желаем вас вернуться, мы вас все ждем и будем ждать. И мы все за вас вместе с Богом. Волонтерами в зону СВО доставлены автомобили повышенной проходимости и мотоциклы. Всего более 20 единиц техники. Все эти буханки, газ, нивы и мотоциклы бойцам передают Ачинцы, Красноярцы, Железногорцы, Назаровцы, Тюхтецы. А уже остальной груз собран силами жителей города и района. Посылка предназначалась не только для бойцов СВО из Ачинска, но и из других регионов России. Полк 1436, 1452, 810-я бригада, 11-я бригада ВДВ, 76-я дивизия, 90-я танковая дивизия, 30-я, 35-я штурмовые бригады, 155-я бригада морской пехоты, подразделение сводного отряда Росгвардии, 55-я горная специальная бригада Тувинская, народное ополчение ЛНР и ДНР. Маршрут следования груза уже знаком. Луганск, Горловка, Ясиноватая, Запорожье, Херсон, передавая на Донецком направлении. Парни, получившие груз от всего сердца, благодарят всех за помощь и передают приветы родным и близким. Жителям Краснодарского края, города Ачинска, всем тем, кто помогает нам в выполнении нашей задачи, не забывает нас, поддерживает всячески. И также хотим передать огромное спасибо всем тем парням, вообще всем, кто с нами, мысленно, кто-то материально, кто-то поддерживает, но все равно, в общем, мы делаем одно дело и приближаем нашу победу. Хотел бы поблагодарить от лица полка 1436 всех своих земляков с Красноярска, Ачинска, Новосибирска, с Иркутска и всех других северных городов за поставленную гуманитарную помощь. Ваша помощь, она, это просто, я не знаю, не передать словами нашу благодарность вам. Спасибо вам, что вы с нами, победа будет за нами. Мы, военнослужащие полка 1436, находящиеся в зоне СВО, получаем гуманитарную помощь в виде оборудования и техники. За что хотим сказать огромное спасибо губернатору Красноярского края Михаилу Михайловичу Катюкову, агентству госимущества по Красноярскому краю, краевой противотуберкулезной больнице, министерству здравоохранения по Красноярскому краю. Отдельно хотим поблагодарить ветеранов, Союз ветеранов Афганистана и СВО по Красноярскому краю за постоянную помощь в доставке техники и оборудования. Враг будет разбит, победа будет за нами. Троекратная! Ура! 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 Красноярскому краю передаю большой привет. Еландскому району тоже огромный привет. Красноярцы, здание Киевицы Украины передает 11-я бригада вам привет. За все огромное спасибо, низкий поклон. Вы там все-таки за нас молитесь, надеетесь, что победа все равно будет за нами. Немалая часть груза предназначена для полевых медчастей в Горловке и Токмаке, а также для Луганского госпиталя. Медики сердечно благодарят Ачинцев за помощь. Спасибо огромное, Виталий, из Красноярского края, заказанную помощь в виде медикаментов, оборудования, перевязывающего материала. Все это очень нужно и востребовано. И мы очень признательны, все это пойдет для оказания нашим бойцам помощи. В Ачинске уже готовится очередная посылка. Ее отправка намечена на конец сентября. Бойцам передадут станции, РЭП и около десятков ИПВ-дронов, автобусы детским домам и спортшколе. Ачинцы могут помочь в сборе помощи. Подробности по телефону на экране. Отметим, за время СВО Ачинские волонтеры доставили нашим бойцам уже порядка 120 автомобилей. Более 35 из них передали горожане. Всех, кто причастен к сбору и отправке ГУМ-помощи, благодарят воины-земляки и Союз ветеранов Афганистана. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...